Мы с вами говорили о том, что в разных сферах нашей жизни есть разные вещи, которые конкурируют с благодатью, есть разные враги у благодати, которые ее оттесняют на второй план. В сфере спасения таким врагом благодати является законничество, добавление человеческих дел, исполнение закона к благодати, как основание спасения. В сфере нашей практической жизни, нашей борьбы с грехом, врагом благодати является беззаконие или дешевая благодать, о которой мы с вами говорили на прошлой сессии. Есть еще один враг благодати, который тоже оттесняет благодать на задворки, который заставляет нас уповать на что-то другое, а не на Божью благодать. Что-то, что заменяет благодать и заставляет нас в конечном итоге надеяться на самих себя. Так вот, вот этот третий враг благодати – это перфекционизм и связанное с этим чувство вины. Перфекционизм и связанное с этим чувство вины. Сейчас мы разберемся с тем, что это такое. Перфекционизм, как вы понимаете от слова «perfectus» – «совершенный», «perfect» – это убежденность в том, что мы должны быть совершенными. Перфекционизм – это желание быть совершенным, ни в чем не допустить никакой ошибки, и убежденность в том, что мы именно такими совершенными и должны быть. А чувство вины – это естественное следствие того, что совершенными у нас быть не получается. Вот эти две вещи всегда идут рука об руку – перфекционизм и чувство вины. Перфекционизм – это убежденность в том, что мы должны быть совершенными, а чувство вины – это естественное следствие того, что совершенными у нас быть не получается. Нередко бывает так, что христианин, в общем и целом, верит в спасение по благодати, но на практике живет с постоянным чувством вины, которое лишает его радости и уверенности в спасении. В теории он вроде бы исповедует истинное Евангелие, учение о спасении по благодати, но в повседневной жизни он снова и снова погружается в пучину сомнений. А действительно ли Бог простил мои грехи? Если такого человека спросить, как обрести вечную жизнь, то он скажет, конечно же, невозможно получить вечную жизнь своими заслугами, но на практике он продолжает мерить свою жизнь своими заслугами. То есть в теории он признает, что невозможно достичь спасения своими заслугами, но на практике он все равно продолжает измерять свою жизнь, свое христианство именно своими заслугами. Перфекционизм можно охарактеризовать как недоверие Божьей благодати в прощении наших повседневных грехов и недостатков. Это очень частая проблема. Мне кажется, что механизм этой проблемы связан с тем, что мы проводим аналогию с тем, как это работает в человеческих отношениях. Мы проводим аналогию с тем, как люди обычно прощают друг друга или не прощают за какие-то проступки, за какие-то согрешения. Наверняка вы все встречались с подобными ситуациями. Представьте себе, что муж обижает жену и просит у нее прощения. Допустим, я обидел свою жену и попросил у нее прощения. И она меня прощает на первый раз. Я снова согрешаю против нее, делаю какое-то зло, веду себя неправильно и снова прошу прощения. Ну, некоторые прощения-то не просят, да? Я все-таки прошу прощения. Но она прощает меня, но с каждым разом она прощает все труднее и труднее. Ну и наконец наступает момент, когда она говорит, все, хватит, мне надоело тебя прощать. Но это я не про свою Катю говорю. Так иногда бывает. Бывает, что жена говорит, все, хватит, мне надоело тебя прощать. Ты просишь прощения, а сам продолжаешь делать то же. За этими словами стоит такая логика. Если человек не изменился, то его покаяние неискреннее. А если оно неискреннее, значит оно не настоящее. Прощение заслуживает лишь тот, кто изменился в своем поведении. Если ты продолжаешь делать то же, значит ты неискренен в своей просьбе о прощении, в своем покаянии. И вот когда люди не видят реальных, скорых, ощутимых перемен к лучшему, в поведении другого человека, в отношении другого человека, то нередко это становится основанием для разрыва отношений. И люди могут, либо даже если это в семье происходит, люди могут принять решение о разводе и прекратить семью. Либо если речь идет не о семье, а о взаимоотношениях друзей, то тоже отсутствие реальных, скорых и ощутимых изменений ведет к тому, что люди могут отказаться от этих отношений и сказать, знать тебя не хочу, ты мне не друг. Хотя в некоторых случаях согрешающие действительно не желают меняться. Такое тоже бывает. Бывает, что некоторые люди злоупотребляют доверием и просто на слова говорят что-то, но на самом деле действительно не желают меняться. Однако бывают и такие ситуации, когда человек просто не может переделать себя слишком быстро. На изменение некоторых качеств характера, привычек или характеристик нередко уходят годы. К сожалению, в человеческих отношениях лимит прощения оказывается исчерпан гораздо быстрее. Люди очень часто просто не готовы ждать эти годы, которые необходимы для того, чтобы увидеть все-таки результат работы человека и его изменения. И поэтому очень часто они отказываются прощать раньше. С подобным отношением к прощению мы сталкиваемся с детства. Ну, например, мать говорит ребенку, ты так много меня не слушался, хулиганил, делал то, что я тебе запрещала, а сейчас просишь прощения и хочешь, чтобы все просто ушло, как ни в чем не бывало? Ну нет, ты сначала заслужи прощение. Слышали такие слова? Заслужи прощение. Очень часто мамы говорят своим детям, ты сначала заслужи прощение, а потом уже приходи за прощением. Это так по-человечески. Заслужи прощение. Мы обосновываем свою готовность прощать тем, насколько другой человек в наших глазах достоин нашего прощения. Мы обосновываем свою готовность прощать тем, насколько другой человек в наших глазах достоин прощения. Если достоин, то я тебя прощу. Если не достоин, то не прощу. Заслужи прощение. И вот, обратившись к Богу и начав христианскую жизнь, мы очень часто переносим такую же логику на наши отношения с Богом. Мы ставим прощение грехов в зависимости от того, насколько мы по нашему представлению достойны прощения. Но, естественно, мы очень часто чувствуем себя недостойными, потому что мы продолжаем согрешать. День за днем, день за днем мы снова согрешаем. И нередко мы наступаем на те же самые грабли. Нередко мы согрешаем теми же самыми грехами, в которых каялись вот еще вчера. И опять их повторяем. Будь мы на месте Бога, мы вот такого грешника уже давно бы перестали принимать. И, сознавая, что в наших собственных глазах мы были бы недостойны прощения, мы чувствуем себя мерзкими и неприятными Богу. И мы мучаемся сомнениями. А вдруг Бог меня не простил? Мы вроде бы и верим в Божью благодать, в какой-то абстрактной, глобальной теории искупления. Но нам трудно верить в Его благодать, проявляемую к нам лично, ежедневно, на практике. Мы продолжаем исповедовать правильное учение о благодати, о спасении в теории. Мы говорим, да, спасение только по благодати, на 100% по благодати, независимо от дел. Мы верим в Божью благодать вот в этой абстрактной теории. Но нам трудно верить в Его благодать, которая проявляется к нам лично, ежедневно, на практике. На этом порочная модель мышления не заканчивается. Пытаясь исправить это положение, пытаясь заглушить это чувство вины, чувство того, что мы недостойны прощения, мы стараемся исправить как-то свое положение. Как мы заглушаем это чувство вины? Мы пытаемся заглушить это чувство вины при помощи каких-либо добрых дел. Мы думаем, если я сделаю больше добрых дел, то я не буду чувствовать себя таким виновным. Если я буду делать достаточное количество добрых дел, то я стану достоин прощения. Видите? Это совсем не то же самое, что ревность о добрых делах, о которой мы говорили на прошлой сессии. На прошлой сессии мы говорили, что благодать учит нас быть ревностными о добрых делах. Послание к Титу об этом говорит. Но это не то же самое. Здесь вот в такой логике, в такой модели мышления мы начинаем делать добрые дела не потому, что мы понимаем Божий замысел, не потому, что мы желаем прославить Бога, не потому, что нас побуждает к этому Божья благодать, а потому, что мы хотим заслужить прощения. Мы чувствуем себя недостойными, мы понимаем, что мы на месте Бога давно бы уже такого грешника перестали прощать. И мы думаем, ну как же нам избавиться от этого вот мучающего нас, съедающего нас чувства вины. Нужно сделать больше добрых дел. И вот мы бросаемся творить добрые дела именно для того, чтобы почувствовать себя достойными прощения. Мы трудимся для церкви, мы от чего-то отказываемся, чем-то жертвуем, мы стараемся вести себя хорошо. И у нас это получается на некоторое время, ну где-то примерно на один день, или на два, или на неделю. И вот в этот период относительного благополучия, когда мы чувствуем, что, ну вот, смотрите, я такие вот жертвы принес, вот от этого отказался, от того отказался, ну, наверное, Бог должен быть мной доволен. Или я вот этот грех уже не совершал, уже неделю, уже две недели, наверное, Бог должен быть мной доволен. Я себя сдерживал, я не гневался, не раздражался, вот уже три дня, и даже когда вот тот человек там меня раздражал, я все равно все это снес, наверное, вот теперь Бог должен быть мной доволен. Вот в этот период относительного благополучия у нас вроде бы жизнь налаживается. Мы ощущаем себя достаточно праведными, мы испытываем радость и облегчение, но потом, рано или поздно, мы все равно срываемся, снова согрешаем. И вот тогда наша уверенность исчезает, снова к горлу подкатывает тошнотворное чувство вины. И в результате жизнь становится, как волнистая линия. В хорошие недели у нас вроде бы все нормально, в плохие мы мучаемся от чувства вины и от страха. Как-то для душепопечения ко мне обратился один человек, который страдал подобными симптомами. Он пытался быть безупречным в работе, примерным в жизни, и вот он описывал, что он старается работать так, чтобы быть примером для всех, и что его все уважают, и что он самый примерный работник. Оказалось, что он старался таким вот образом заглушить свое чувство вины, потому что он видел, что согрешает пред Богом. Теоретически он вроде бы знал Евангелие, когда мы говорили с ним о том, как происходит спасение, на основании чего. Он правильно и истинно исповедовал. Он говорил все точно по Писанию, вот как мы вчера с вами разбирали, только по благодати, через веру, независимо от дел. То есть теоретически он вроде бы исповедовал правильное Евангелие, но снова и снова соскальзывал на такую логику. Ну вот если же я, говорил он мне, Алексей, вот если же я сейчас вот в таком состоянии умру, то ведь Бог же меня не примет. Поэтому он жил в постоянной депрессии и сомнениях. Другой человек, это уже совсем другая ситуация, совсем другой человек признавался. Бывают моменты, когда не хочется молиться из-за стыда, посещают мысли, что Бог меня не слышит. Тоже из-за греха. Из-за греха, которым человек согрешил, тяжкий грех. И вот потом снова и снова его посещают воспоминания об этом грехе, и он потом признавался. Бывают моменты, когда даже не хочется молиться из-за стыда, посещают мысли, что Бог просто не будет слушать такого грешника, как я. Я уже упоминал, что это часто встречающаяся проблема. Каков же евангельский взгляд на Божье прощение? Многие библейские тексты показывают, что не только начальное оправдание грешника происходит по благодати, но и вся последующая жизнь основана на благодати. Библия ясно показывает нам, и мы сейчас несколько библейских текстов разберем, что не только начальное обращение ко Христу происходит по благодати, но и вся последующая жизнь христианина основана на благодати продолжающегося Божьего прощения. Благодати продолжающегося Божьего прощения. Посмотрите, например, на послание к Ефесянам, первую главу, седьмой стих. Ефесянам, первая глава, седьмой стих. Там сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его, речь идет, конечно же, об Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Заметьте, здесь сказано, что искупление основано на крови Христа, то есть на том, что Он пролил свою кровь, Он отдал свою жизнь вместо нас, за нашу жизнь, заплатил своей жизнью за нас. Это благодать. Спасение происходит по благодати, а не по нашим заслугам. Но здесь дальше говорится, что и прощение грехов происходит по благодати. Не только в момент искупления, но и на протяжении всей нашей жизни Господь продолжает прощать наши грехи на основании своей благодати. Еще раз прочитаем. прощение грехов по богатству благодати Его. Божье прощение основано не на том, насколько мы достойны прощения, не на том, насколько мы заслужили этого или сделали себя достойными прощения. Божье прощение продолжает основываться на одном и том же, на Его благодати. Искупление крови Его и прощение грехов по богатству благодати Его. Более того, заметьте, как здесь говорит об этом апостол Павел. Прощение происходит не просто по благодати, но он здесь подчеркнул важное качество благодати, ее размеры. Он говорит прощение по богатству благодати Его. Оказывается, Божья благодать богатая. Представьте себе самого богатого человека на земле. Кто-нибудь знает, кто самый богатый человек на земле? На одной конференции мне сказали, Путин. Ну, я не знаю, там у кого неофициально, какие есть богатства, но официально, по официальной информации существует рейтинг самых богатых людей и он ведется каждый год. Может быть, вы знаете, один из таких рейтингов ведет журнал Forbes. Вот по рейтингу журнала Forbes самым богатым человеком на земле был, может быть, сейчас уже что-то поменялось, но вот до недавнего прошлого был, знаете кто? Билл Гейтс. Билл Гейтс, совершенно верно. И остается, вот говорят люди более знающие, кто следит за богатыми мир и сего. В 2015 году, не так давно, состояние Билла Гейтса достигло 79,2 миллиарда долларов. 79,2 миллиарда долларов. Вот насколько это большая сумма? Иногда так интересно чужие деньги посчитать, да? Насколько это большая сумма? 79 миллиардов долларов. Чтобы вы представили себе, вот как это много, вот если бы он тратил по одному миллиону долларов в день. Прежде чем дальше пойдем, просто представьте себе, вот каково это потратить миллион долларов в день. Ну ладно, можно купить машину за 800 тысяч долларов первый день, а второй день еще одну, в третий, ну когда-то они закончатся, знаете, они даже выпускаются все равно, такие машины выпускаются ограниченным тиражом. За вами индустрия не будет поспевать, так что когда-то все равно эти машины закончатся. Поесть. Сколько потратите? 10 тысяч долларов на завтрак. Женщины изобретательные, говорят, да. Ну вот купите себе бриллиантов там, ну пойдете в самый дорогой ресторан и потратите, я не знаю, 10 тысяч долларов на панкейкс, если найдете такие. Ну когда-то все равно вам, ну, все идеи иссякнут, вам уже будет нечего ни покупать, ни есть, ни тратить ни на что, все дома уже будут скуплены. Ну вот, представьте себе, что если бы Билл Гейтс тратил по одному миллиону долларов каждый день, сумасшедшая сумма, его денег хватило бы ему почти на 217 лет. Вот как это много, 79 миллиардов. Но богатство Божьей благодати несоизмеримо больше. Бог еще более богат. Богат не просто деньгами, хотя ему принадлежат все деньги. Он говорит в книге пророка Агея «Мое серебро и мое золото». Ему принадлежит вся вселенная со всеми ее звездами, со всеми этими туманностями, которые там существуют. Ему принадлежит вся наша земля со всем, что ее наполняет. Но бог богат не только материальной природой и материальным творением. Бог богат своей благодатью. И Божья благодать богатая. Он богат благодатью. И Божье прощение основано на богатстве благодати Его. Бог каждый день продолжает прощать нас по своей богатой благодати. И Его благодать никогда не иссякает. Она неистащима. В другом месте Священное Писание учит. Первое послание Анна, первая глава 8-9 стихи. Первая Анна, первая глава 8-9 стихи. Очень хорошо известный текст. Многие из вас знают его наизусть. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я не знаю, если вы позволите мне небольшое сентиментальное отступление. Можно, да? Я чуть-чуть вам раскрою душу свою. А здесь присутствует человек, который учил меня заучивать библейские стихи. Это Гера. Дорогой мой друг из Самары. Руководителем молодежи он тогда был. И вот он взял меня под свое крыло и начали вместе. Он заучивал, и я заучивал. Он говорил, какой мы псалом сегодня учим. Вот потом друг другу рассказывали это. Вот это такое приятное воспоминание из моей жизни, за которое я всегда буду благодарен. И вот эти стихи мы тоже учили. Многие из вас тоже знают их наизусть. Так вот, апостол Иоанн прекрасно понимал, что грех остается для нас реальностью. Мы продолжаем согрешать. Поэтому он говорит, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Это настолько определенная реальность, неизбежная реальность, что даже от признания этой реальности зависит, насколько мы понимаем Евангелие. Если мы не признаем этого факта, если мы говорим, все, я уже не имею греха, у меня нет никакого греха, я стал perfect, я стал perfectus, я стал совершенным, перфекционизм. Если мы говорим, что мы уже стали совершенным, не имеем греха, то мы просто не познали Евангелие. Иоанн говорит, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Евангельская истина утверждает, что мы продолжаем согрешать. Однако, до тех пор, пока у нас остается грех, у нас остается и возможность получить Божье прощение. Всякий раз, когда мы открываем свой грех перед Господом, Он нас прощает. Здесь сказано, если исповедуем грехи наши, то Он простит нам. Его прощение основывается не на наших заслугах или на наших достоинствах, и даже не на нашем праведном поведении. Здесь не сказано, если исповедуем грехи наши, то Он, видя, что мы достойны, прощает. Нет, здесь названо совсем другое основание для прощения грехов. Он, будучи верен и праведен, простит нам. Божье прощение основывается не на том, каковы мы, а на том, каков Он. Не на том, насколько мы достойны, а на Его характере. Он, будучи верен и праведен, простит нам. Бог не может нас не простить, потому что Он верен своим обещаниям. Он пообещал простить, и Он всегда будет оставаться верен. Он верен и праведен. Он не обманет. Именно поэтому мы можем быть уверены в продолжающемся Божьем прощении, основанном на Его благодати. Опять же, Божье прощение основано не на том, насколько мы интенсивно просим прощения. Не на том, насколько мы красноречивы в своей молитве. Не на том, насколько мы смогли собрать в себе, в кулак, свои чувства и излить все свое сердце пред Богом. Хотя, конечно, мы должны изливать свое сердце пред Богом. Но Божье прощение основано не на том, насколько у нас это хорошо получилось. Божье прощение основано на том, что Он верен и праведен. Мартин Лютер, имя которого все прекрасно знаете, он говорил тоже о Божьем прощении и об исповедании греха. Послушайте, что он писал. Он писал, «Необходимо, чтобы все, кто собирается исповедать свои грехи, полностью и исключительно доверились милостивейшим обещаниям Божьим». То есть, вы должны быть уверены в том, что тот, кто дал обещание прощения всем, кто исповедуется в своих грехах, выполнит свое обещание. Мы должны гордиться не тем, что исповедуем свои грехи, а тем, что Бог обещал прощение тем, кто исповедует свои грехи. Иными словами, мы должны гордиться не ценностью и достаточностью своей исповеди, ибо такой ценности и достаточности не существует, а истинностью и определенностью его обещаний». Он очень точно и верно поймал вот эту вот библейскую истину. Действительно, только на Божьи обещания мы должны уповать. И мы должны гордиться не истинностью своего исповедания, и не тем, что мы исповедуем свои грехи, и не тем, что наше исповедание было достойным, но исключительно истинностью и определенностью его обещаний. Двумя стихами ниже, в том же послании, первое послание Анна, вторая глава, апостол Иоанн говорит, снова продолжает говорить о Божьем прощении. Первая Анна, вторая глава, первой и второй стихи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа Праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Желание апостола отражает желание самого Бога. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали». Действительно, это воля Божья. Мы говорили об этом на прошлой сессии. Воля Божья есть освящение наше. Воля Божья заключается в том, чтобы мы исполняли его заповеди, его волю. И именно этому учит нас его благодать. И здесь апостол Иоанн отражает то же самое желание. «Пишу вам, чтобы вы не согрешали». Однако, реальность согрешения жива до тех пор, пока мы остаемся в оплоти. Поэтому Иоанн сразу же дополняет свою мысль. Он говорит, хочу, чтобы вы не грешили, но понимает, что вы все равно будете грешить, потому что пока вы в оплоти, реальность согрешения будет оставаться. И поэтому он сразу же дополняет свою мысль. «А если бы кто согрешил?» Это реальность. От этого никуда не уйти. Однако, в этой реальности есть чудесный выход, который Господь предусмотрел для нас по своей великой милости. «Мы имеем ходатайя пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Каждый раз, когда вы согрешаете, Он предстоит перед Отцом, как наш небесный адвокат, и говорит, «Отче, прости Ему. Отче, будь милостив к ней». И Его ходатайство обязательно будет принято Отцом. Его ходатайство эффективно, потому что за наше прощение Он уже заплатил ценой своей жизни. Как здесь мы прочитали, Он есть умилостивление за грехи наши. Мы имеем ходатайя пред Отцом Иисуса Христа, праведника, и Он, этот праведник, который ходатайствует за нас, когда мы согрешаем, Он уже заплатил за наши грехи. Он есть умилостивление, умилостивление – пропитiation, да, для тех, кто может быть помоложе, кому английский проще. То есть это значит, что Отец гневается на наш грех, но Иисус Христос на Голгофе своей жизнью заплатил за этот грех. Так что Отец теперь на нас не гневается. Его гнев умилостивлен. Его требования удовлетворены. Наше прощение гарантировано нам жертвой Иисуса Христа. И поэтому, если бы кто согрешил, ходатай в этот же самый момент будет ходатайствовать. И это ходатайство эффективно. Если исповедуем грехи наши, Он простит нам грехи наши и обязательно очистит от всякой неправды. Он, будучи верен и праведен. Послание к евреям – это еще один замечательный текст. В послании к евреям мы находим еще один замечательный текст, который говорит о Божьем прощении. Евреям 4 глава 16 стих. Евреям 4, 16. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». В этом стихе говорится о престоле, то есть о царском троне. Трон, понимаем, да? Это такое место, на котором восседает царь. В древние времена любому человеку было понятно, что просто так приблизиться к царскому трону невозможно. Даже и сейчас простой смертный не может просто так подойти к президенту. Президенты всегда окружают люди, есть определенная охрана, определенная процедура, когда можно, при каких условиях можно подойти и так далее. Просто так, если вы попробуете даже сейчас вбежать к президенту, там, когда он на какой-нибудь встрече находится, вас туда просто не пустят. Правильно? И точно так же в древние времена, и даже еще в большей степени в древние времена, приблизиться к царю просто так было невозможно. Помните, как говорила об этом Есфирь? В книге Есфирь мы находим очень интересную иллюстрацию вот этого принципа. Есфирь 4 глава 11 стих. Она говорит Мардахею, когда он ее просил, чтобы она пошла к царю, ходатайствовала перед царем. Она говорит, все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван. Один суд – смерть. Это кто говорит? Царица. То есть, по отношению к царю она кто? Жена. Ее родственник просит жену царя пойти к царю, чтобы ходатайствовать об определенном вопросе. И она говорит, не могу, потому что если я не была позвана и зайду просто так, без спроса к царю, то мне один суд – смерть. А меня уже давно не звали. У меня нет аппоинтмента у царя. Представляете? Нужно было аппоинтмент получить. Просто так нельзя было войти к царю. Однако, не таков наш небесный царь. К небесному царю мы можем, как его дети, войти. Его престол – престол благодати. Как мы прочитали. Поэтому да приступаем с дозновением к престолу благодати. Это престол милости. Престол, на котором восседает его расположение к нам, его благодать, его милость. И мы в любую минуту можем прийти к нему в молитве. Более того, он зовет нас как можно чаще входить в его тронный зал. То есть, как можно чаще молиться. Да приступаем к престолу благодати. В этих словах содержится погуждение к действию. Да, приступаем. То есть, давайте делать это чаще. Давайте приступать к престолу благодати. Молитесь. Потому что он зовет вас. Это престол его милости. Это не так, как в случае с персидскими царями в книге Исфирь. Не бойтесь, что вы будете преданы смерти. Не бойтесь, что вы будете испепелены его гневом. Нет, он зовет вас приходить к нему. Да, приступаем. Исфирь говорила, что во дворце персидского царя непрошенный гость был бы предан смерти с одним исключением. В том случае, если царь простер бы к нему свой скипетр, свой жезл такой, да, то есть, такую палку, которая была в руке у царя. Вот если он простер бы вот этот жезл к человеку, то это означало бы, что он являет милость и значит, стражники не набросятся на него, не скрутят его, не поведут его казнить. Так вот, дорогие друзья, мы можем сказать, что золотой скипетр небесного царя всегда обращен к нам, к его детям. Его скипетр всегда направлен к нам с вами. Когда бы мы не ворвались в его покое с громким плачем и воплем, когда бы мы не забежали с шумным весельем или тихонько вошли с робкой просьбой, к нам всегда простерт его золотой скипетр. Он всегда благоволит к своим детям. Поэтому мы можем приступать к престолу благодати именно с дерзновением, то есть смело, уверенно, решительно, без сомнений. Дорогой брат, дорогая сестра, не сомневайся в Божьем благоволении к тебе, с дерзновением приступай в молитве к престолу благодати. Завтра мы будем еще говорить о том, как нужно приступать к престолу благодати за помощью, за помощью в трудных обстоятельствах. Однако сейчас обратите внимание на еще одну фразу в этом стихе. Поэтому доприступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить сначала что? Милость. Сначала милость. Чтобы получить милость и потом уже благодать для благовременной помощи. Когда мы согрешаем, нам как раз нужна милость. Нам нужно, чтобы Бог простил и помиловал нас. И вот эта милость доступна к нам всегда, потому что Божий престол – это престол благодати. Да приступаем с дерзновением смело к престолу благодати, чтобы получить милость. Когда мы согрешаем, да идем смело в молитве с просьбой о прощении для того, чтобы получить милость, потому что Его престол – это престол благодати. Его скипетр простерт к нам. Его благоволение принадлежит нам, Его детям. И эту милость мы обязательно получим. Он это обещал. Дорогие друзья, пользуетесь ли вы этим свободным доступом к этому великому престолу? Очень часто люди сомневаются в Божьем прощении из-за того, что продолжают согрешать в настоящем. Об этом мы уже немножечко поговорили. Но бывает, что сомнения основаны и на каких-то других вещах. Иногда сомнения в Божьем прощении бывают основаны не только на продолжающемся грехе в настоящем, но на бремени прошлого. Когда человек в прошлом тяжко согрешил какими-то особо скверными, особо тяжелыми грехами, и теперь он сомневается, примет ли его Бог. Он, может быть, согрешил уже давно, иногда даже годы проходят. А память об этом согрешении, подобно звону колокола, продолжает звучать. Да, знаете, как в колокол звонят. Хотя язык колокола уже больше не ударяет по металлу, но гул вот этот продолжает еще долгое время стоять, гулять в этом колоколе. Так же бывает и с нашими согрешениями, когда согрешение какое-то особо тяжелое, особо противное, греховное. И вот мы вспоминаем, вспоминаем об этом. Память продолжает оставаться с нами нередко долгие годы. Я сталкивался с этим даже тоже в пастырском служении. Бывало, что обращались люди и рассказывали о том, что совершили какой-то тяжкий грех. И когда я начинал уже выяснять обстоятельства, как это было, что это было, когда это было, оказывалось, что они грех совершили годы назад. И этот грех не повторяется у них. Он остался в прошлом. Но память об этом грехе продолжает приходить. Она звучит, подобно этому гулу колокола. И постоянно просто коверкает жизнь человека. И человеку бывает очень сложно доверять Божьему прощению. Так вот, ответом на это бремя прошлого тоже является Божья благодать. Об очищении от груза прошлых грехов свидетельствует нам апостол Павел. Посмотрите на 1 Коринфянам, 15 главу, 9-10 стихи. 1 Коринфянам, 15 глава, 9-10. Павел говорит, «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, но благодатью Божью есть не то, что есть». Здесь он пишет, что недостоин называться апостолом. И это не просто ложная скромность. Он не просто себя намеренно принижает, не просто желает услышать уверение. «Ой, ну что ты, что ты, Павел? Ну, если уж ты недостоин называться апостолом, ну кто тогда достоин?» Нет, это не просто ложная скромность. Это его убеждение, основанное на грузе его прошлых грехов. Объясняя свои слова, он называет причину. И если вы подумаете над этой причиной, вы поймете, что она действительно очень весомая. It's a wary reason. Он здесь говорит, потому что гнал церковь Божью. Гнал церковь Божью. Он действительно совершил очень много преступлений против невинных людей, против святых Божьих, против дорогих Божьему сердцу детей. Поэтому он не достоин называться апостолом. Книга «Деяния апостолов» рассказывает нам об этом периоде в его жизни. Тогда он назывался еще Савлом. И вот в «Деяниях апостолов» мы находим такие факты, например, что Савл одобрял убиение первого христианского мученика Стефана. Это «Деяния», 8 глава, 1 стих. Он одобрял эту смертную казнь. Стефана совершенно несправедливо приговорили к смертной казни. Его оболгали, на него клеветали. И вот этого невинного человека, христианина, который верно свидетельствовал о Господе, побивали камнями, лишили жизни, убили. Савл в этом был соучастником. Он стоял, смотрел, одобрял. Затем он участвовал в гонениях на церковь в Иерусалиме. Об этом тоже говорится в 8 главе «Деяния», 1 стих. Он в скором времени даже стал идейным вдохновителем этих гонений. Он как бы собрал вокруг себя движение против христиан. В «Деяниях» сказано, 8 глава, 3 стих, «А Савл терзал церковь, входя в дома, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу». О нет, они не хотели за ним идти. Он не приглашал их на чай. Он не говорил, пойдемте поговорим, порассуждаем о богословии, давайте вместе изучать Писание, давайте разберемся, кто прав, кто не прав. Они не хотели за ним идти. Он их влачил за собой, связывал, насильно вел. Он забирал мужей у жен, жен у детей, матерей у детей, и он бросал их в темницу. И многие из них погибали в этих тюрьмах. Многие из них оказывались потом приговоренными к побиению камнями, точно так же, как Стефан. Ему казалось недостаточным мучить христиан в Иерусалиме. Он хотел напрочь искоренить последователей Христа и в других городах. Он хотел их физически уничтожить, как повествует Лука. Это деяние апостолов 9 глава 1-2 стих. В 9 главе 1-2 стихи. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Обратите внимание на слова, дыша угрозами и... чем? Убийством. Убийством. Его интерес был не просто в том, чтобы припугнуть христиан. Он дышал убийством. Он подвергал христиан пыткам, и тех из них, кто отказывался отречься от Господа, он отдавал на смертную казнь. Представьте себе, сколько верных служителей Божьих были замучены и убиты. Представьте, сколько жен остались вдовами и детей-сиротами из-за фанатичной ненависти Савла. Его руки были обогрены кровью мучеников. Не случайно он считал себя первым из грешников. Это тоже не просто самоуничижение. Он понимал, что он был действительно наибольшим грешником, потому что он убивал невинных детей Божьих, гнал Церковь Божью. И вот этого недостойного человека, исполненного ненависти, повинного в убийствах детей Божьих, Христос спас. И даже невероятно сделал своим апостолом, своим официальным представителем, который говорил от имени Иисуса Христа для других людей. На каком основании Христос мог это сделать? Павел объясняет. Благодатью Божию есть на то, что есть. Почему он, гонитель церкви и убийца, был принят, прощен, сделан апостолом? Благодатью Божию есть на то, что есть. Прощение этого тяжкого груза грехов прошлого основывалось на Божьей благодати. Благодатью Божию есть на то, что есть. В другом месте он пишет о том же самом. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик. И затем он показывает причину прощения его грехов. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно. Это 1 Тимофею 1 глава 14 стих. Благодать же Господа открылась во мне обильно. Вот почему мои прошлые грехи, тяжкие грехи были покрыты. Действительно, на примере апостола Павла мы ясно видим величие Божьей благодати. И он объясняет там же в 1 Тимофею, что для чего Христос это сделал. 16 стих. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение. В пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Так что, для чего Господь взял убийцу Савла, простил его и сделал своим служителем? В пример для нас с вами, братья и сестры. Как он говорит, в пример тем, которые будут в будущем веровать в Него к вечной жизни. Чтобы мы с вами не сомневались, что благодать Божья способна покрыть любые самые тяжкие грехи. В пример нам дан апостол Павел, потому что его тяжкие грехи были покрыты. И Господь сделал его своим верным служителем. То же самое Бог может сделать для каждого из нас. Какими бы тяжелыми ни были ваши грехи в прошлом. Как тяжко вы бы не согрешили. Как сильно вы бы не изранили своим отвращением, своим неверием, своим предательством сердца Иисуса Христа. Сколь ужасными бы ни были ваши грехи. Божья благодать способна покрыть эти грехи. И сделать вас верным служителем Господа. Ну и наконец в заключении мы скажем еще буквально несколько слов о еще одной причине сомнений. Причина сомнений может быть основана на продолжающихся грехах в настоящем. Кстати, я хочу на всякий случай сделать оговорку. Я не имею в виду, что к грехам можно относиться просто. Что, мол, ну, если продолжается грех в настоящем, ничего страшного, Божья благодать и так далее, да. Это противоречило бы второй сессии. На второй сессии мы об этом как раз очень ясно говорили, да. И мы расставили вот эти вот вещи по своим местам. Но тем не менее, даже когда мы боремся с грехами, мы продолжаем падать и согрешать по своей немощи. И продолжаем бороться, и продолжаем исповедовать. И вот иногда, когда мы продолжаем согрешать, нам бывает трудно принимать Божью благодать. Трудно верить в то, что Бог продолжает нас прощать так долго, как долго мы живем. Вот это вот одна причина продолжающейся грех в настоящем. Также сомнения могут быть основаны на тяжких грехах в прошлом. И еще сомнения могут быть основаны на страхе перед будущим. Мы иногда думаем, ну сейчас ладно, я еще как бы, может быть, и не согрешил так сильно. Но вдруг я в будущем согрешу? Вдруг мы в будущем переполним чашу Божьего терпения? Вдруг мы в будущем согрешим какими-то такими грехами, после которых Бог перестанет нас прощать? К счастью, и на эти сомнения дает ответ тоже Божья благодать. Посмотрите на послание к Римлянам, 5 глава, 2 стих. Римлянам, 5 глава, 2 стих. Там сказано, «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Через Иисуса Христа верую мы получили доступ к той благодати, снова апостол Павел говорит о благодати, в которой стоим, стоим в благодати, и хвалимся надеждою славы Божьей. В предыдущих главах послания к Римлянам апостол Павел подробно излагал учение о спасении по благодати через веру путем искупления во Иисусе Христе. Это учение он суммирует в 1 стихе 5 главы. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Оправдание, о котором пишет Павел, это когда Бог берет кающегося грешника и засчитывает ему праведность своего сына Иисуса Христа. И в результате грешник, который на протяжении своей жизни не был праведным и даже сейчас не достиг абсолютной праведности, рассматривается Богом как совершенно невинный. Ему засчитывается, библейское слово «вменяется», засчитывается праведность Иисуса Христа. Однако оправдание – это не единственное, что происходит при нашем обращении к Господу. Бог не только провозглашает нас невиновными, Бог не только прощает наши грехи, но вдобавок к этому меняется наш статус. «Отныне мы стоим в благодати», как в этом стихе мы прочитали. «Получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Заметьте, мы стоим в благодати. В греческом оригинале это слово имеет особую форму. Вот эта форма, я не буду сейчас вдаваться во всякие грамматические подробности, но уже готовый результат, поделюсь с вами готовым результатом. Эта форма делает акцент не столько на действии, сколько на результате. Ну ладно, давайте вдамся в грамматические подробности. В русском языке вот эта форма греческая называется перфект. И в русском языке есть, сохранилось в современном языке, извиняюсь, оговорку сделаю, шаг назад. Раньше в русском языке тоже был перфект, но потом исчез из нашего языка. Но в русском языке сохранилась одна форма перфекта. Знаете, какая? Выпивший. Он выпивший. Вот когда говорят о каком-то человеке, что он сейчас выпивший, что это означает? Это не означает, что он пьет. Это не означает, что просто он раньше что-то выпил. На чем делает акцент вот эта форма, он выпивший? На результате, на состоянии, да? То есть он совершил какое-то действие в прошлом, которое привело к определенному состоянию. Так вот, в греческом языке вот в этом стихе используется форма перфекта, в которой стоим. Она делает акцент на результате. То есть здесь не просто говорится, что мы когда-то встали, а здесь говорится, что мы встали и стоим. Вот теперь мы такие стоящие. Изменился наш статус, изменилось наше положение. Можно сказать, что мы встали и стоим твердо. Вот так можно передать эту идею, этот нюанс. Мы встали и стоим твердо. Мы непоколебимо и твердо укоренены в Божьей благодати. Мы пребываем в радостном осознании того, что благодать, в которую мы однажды вступили, постоянная, непрекращающаяся, надежная и стабильная. Все это указывает на то, что с началом христианской жизни не просто происходит какое-то действие, а меняется наш статус, наше положение пред Богом. Из положения врагов Бога мы переходим в положение Его друзей. Из положения чужих мы переходим в положение своих Богу. Из положения незаконных мы переходим в положение Его детей. Мы теперь утверждены и укоренены в Его благодати. Мы стали и стоим твердо. Мы пребываем в этой благодати. Многих христиан мучает такой вопрос. А что, если я не успею перед смертью покаяться в каком-то грехе? Что же я попаду в ад? Вот, получается, всю жизнь жил, служил Господу, ну вот не успел. Допустим, на машине ехал, попал в аварию, разбился. А перед этим какая-то мысль грешная пришла в голову. Что же, не успел покаяться, не успел попросить прощения. Так что же, теперь все прошлое перечеркнутое, и я на этой машине влечу не только в дерево, но и в ад? Дорогие друзья, когда мы обратились ко Христу, Бог простил наши грехи, но не только это. Это не единственное, что произошло. Вдобавок к этому изменилось наше положение. Мы теперь стоим в благодати. Мы стали чадами Божьими. Когда ребенок не слушается отца, отец может на него гневаться? Может. Отец может его наказывать? Конечно. Но перестает ли он от этого быть ребенком своего отца? Нет, не перестает быть ребенком, да? Вот. Так вот, и наш Небесный Отец не отказывается от нас. Апостол Павел продолжает, поэтому в этом стихе и говорит, что мы не только стоим в благодати, но еще и хвалимся надеждою славы Божьей. Это указывает на то, что жизнь в благодати – это не жизнь депрессии, а жизнь надежды. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. Мы имеем твердую надежду на то, что Он не оставит нас, но Он примет нас в свою славу. Жизнь в благодати – это не жизнь уныния, а жизнь похвалы. Мы хвалимся надеждой славы Божьей. То есть, смотрите, какая уверенность была у апостола Павла. Он не жил в постоянных сомнениях. А вдруг что-то произойдет и в будущем я отпаду от благодати? А вдруг Господь перестанет меня прощать в будущем? А вдруг я не успею что-то сделать? Ну, например, не успею покаяться в каком-то грехе? Нет. Его жизнь была наполнена хвалой. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. То есть, мы надеемся на славу Божью. В каком смысле? Что мы войдем в эту славу. Вот она наша надежда. Мы надеемся на славу Божьей, что мы обязательно войдем на небеса в славу Божью. И наша надежда настолько твердая, мы настолько не сомневаемся, что мы будем в Божьей славе, что мы хвалимся этой надеждой. То есть провозглашаем ее перед всеми другими людьми и говорим, мы спасены, мы имеем надежду на славу Божью, мы войдем на небеса. Почему? Спросят нас. Да как ты можешь так говорить, гордый человек? О, не-не-не, не потому что я гордый, ведь я не достоин этого. Я бы никогда не вошел на небеса, если бы не благодать Божья. Я хвалюсь не потому, что я достоин, а потому что Бог милостив. Я хвалюсь не собой, а хвалюсь крестом Господа, который умер за меня и которым мне гарантирована слава небес. Хвалимся надеждой славы Божьей. Как поется в одном гимне. Мир и любовь нам Господь обещает. В жертву отдал Он себя. Мы согрешили, но Он нам прощает. Примет меня и тебя. Так, дорогие друзья, будем же доверять Божьей благодати в ежедневном прощении наших грехов и в восстановлении наших близких отношений с Господом каждый день. Давайте мы, как я предлагал, уже несколько минут проведем в размышлении, в тихой молитве. Я снова повторю, на всякий случай для тех, кто, может быть, только сейчас к нам присоединился. Мы будем молиться не вслух, а про себя. Для чего? Для того, чтобы каждый имел возможность сконцентрироваться именно на своих размышлениях, на том, что он сейчас услышал. И вот эти размышления обратить к Господу в молитву. Давайте встанем и помолимся. Господь наш, мы благодарим тебя сердечно за то, что ты милостив, полон благодати и прощения. Несмотря на то, что мы не можем быть совершенными в этой земной жизни, мы ждем, когда это совершенство придет к нам через преображение, через искупление тела нашего. Мы ждем того момента, когда мы увидим Иисуса Христа, как Он есть, и станем полностью подобными Ему. Мы ждем того момента, когда ты уберешь всякое присутствие греха из нашей плоти. Мы ждем того момента, когда мы будем прославлены Тобою и будем во всем подобны Тебе. Но пока мы слабы, немощны и много согрешаем. Прости нас, Господь. Слава Тебе, что Ты верен и праведен. Слава Тебе, что Твоя благодать богатая. Слава Тебе, что Твой престол – престол благодати. И что к нам простерт скипетр Твоего благоволения. Слава Тебе, что Ты поставил нам чудесный пример апостола Павла, показав нам, как много грехов и тяжких грехов против Церкви, против Твоих детей и против невинных людей может покрыть Твоя благодать. Как сильно Ты можешь изменить нас, сделав нас верными Твоими служителями. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты поставил нас стоять в Твоей благодати, пребывать в новой реальности. Если раньше мы были чадами гнева, то теперь дети Твои, принятые Тобою, пребывающие в Твоем благоволении, в Твоей благодати. Благодарим Тебя, Господь, за то, что каждый день, когда мы приходим к Тебе и просим о прощении, Ты продолжаешь нас прощать, миловать, очищать, принимать. Продолжаешь изливать на нас Твою благодать. Аминь. Аминь.